Много-много женщин ко мне подходило с одним и тем же вопросом. Взрослый сын. Олег Геннадьевич, почему мой сын меня не любит? Я говорю, так он вас любит. А где, как это можно заметить, извините? Я говорю, а как вы это, извините, заметите, если вы его уже задолбали? Понимаете, женщина, она не просто своего ребенка любит. Она любит его судьбу и хочет жить его судьбой. И когда вы представляете, как любовь женщины устроена, она это не только с ребенку, так женщину любит, так же и мужа. Она любит его жизнь всю, понимаете? И она хочет жить его жизнью. И поэтому так женщина переживает, когда муж делает что-то не то. Вот она говорит, сынок, ну не делай, пожалуйста, этого. И она ему не дает жить просто. Ему надо вот это делать, ему надо ошибаться в жизни, надо принимать решения, надо действовать. И он замуж возьмет какую девушку? Какую? Которая является его ошибкой судьбы. Такой же ошибкой, как ты совершила в своей жизни в прошлом. Ты же тоже вышла замуж не за того, как тебе кажется теперь. И он тоже должен эту ошибку совершить. А ты ему не даешь жить. Говорит, это пройденный этап уже, я таких таких видела уже. Это не наш человек. Для тебя пройденный этап, а для него любовь. Чего ты ему жить не даешь? И все, она рушит отношения с сыном. Говорит, мама, ты меня задолбала. Да, невозможно жить. Она говорит, я тебя не задолбала, я тебя люблю. Понял. И она искренне говорит. Понимаете, как страшно. И это мама, которая вот так искренне любит своего сына и желает ему самого лучшего. Которая хочет, чтобы его жена была по-настоящему дарящая счастье своему сыну. К моему сыну. И она знает, как счастье дарит моему сыну. И вот эта мама называется теща. Свекровь. Да, свекровь. Почему она называется свекровь? Потому что она замучает ее. Понимаете, замучает. Теща еще хуже, да? Нет? Вы тещи? Хорошо. Ладно. Ну, то есть, все хорошие, мы все хорошие. Я просто о чем говорю? О том, что мы в любви слепим. Мы не даем жить человеку просто. Не даем жить, понимаете? Поэтому он бегает от меня, что не даем жить. А человеку, чтобы жить, надо ошибаться. Или, допустим, почему... Вот, допустим, теща почему хуже, как я сказал? Не, она лучше, конечно, на самом деле. У меня очень хорошая теща. Потому что здесь судьба-то похожая идет. Смотрите, то есть, теща означает мать, девочки, понимаете? А девочка означает, что вот она же сама осекалась на мужчинах, она видела, во, смотри, кто ей достался. Так она вспоминает, у ей такой же точно был экземпляр. И что получилось? Она уже видит заранее, судьба же похожая. И она берет, и за него замуж выходит, представляете? И живут вместе. Так ничего хорошего не будет, я уже знаю, все равно разойдут все. И она к нему приходит, говорит, я тебя сгною. Он еще ничего плохого вообще не сделал. У нее опыт не с ним, просто похожий человек был, понимаете? И она уже ему заранее, представляете, приходит, и уже все, как бы. Ну, что делать вообще, ничего плохого еще не сделал, еще не успел. Предвосхищение событий идет. Вот у тещи. А что делать? Дать возможность жить своей дочери. Потому что все те ошибки, которые ты совершила, это не значит, что это ошибки обрекают на ситуацию. Это значит, что их можно исправить. И твоя дочь, если ты будешь молиться за нее, она исправит это все. И тот человек, с которым ты не смогла жить, она сможет жить. Понимаете? Она будет лучше тебя, если ты будешь правильной тещей. А если ты будешь неправильной, ты будешь мешать ей жить и разрушать, разрушать, разрушать ее семью. Или, допустим, дочка пришла и жалуется маме. На что она жалуется? Да на то, что она уже мама видела с самого начала. И она смотрит на дочку. Так я тебе говорила. И что делать? Перетягивает дочку на себя. Все, она уже уверена. Точно все сбывается. А что надо делать? Она говорит, доченька, он хороший человек. Живи с ним дальше. Помогать, понимаете, жить людям. Помогать. Не перетягивать на себя. Не разрывать отношения. Не сомневаться. Не разочароваться. А помогать. Верить. Любить. Потому что Бог соединил людей, не вы. И не вам решать, кто счастье вашей дочери подарит, а кто нет. Конечно, вы можете тоже решать. Раньше. В каком случае? А если вы очень возвышенный человек? Если вы свою дочку так воспитали, что она вам сильно верит. И если вы способны видеть, правильно видеть людей. И способны выбрать дочки нужного человека. Она, если это почувствует, она согласится выйти замуж за того, кого вы ей выбрали. Но такие родители сейчас встречаются крайне редко. В основном они видят только плохое в том человеке, который выбран. И в основном разрушают семьи. Они помогают. Исключения есть, конечно. Конечно.